Я приветствую вас в начале вот этой самой недели, которая уже смело может называться праздничная неделя, потому что она вплотную подходит к дню рождения Америки, к дню независимости. Ну и, соответственно, для Вашингтона, что является без сомнений эпицентром этого праздника, все-таки столица, это дни особой важности и особой, ну если не напряженности, то во всяком случае активности. Тем более, что касается коронавируса, то назвать его совсем уже ушедшим в прошлое, увы, не получается. Вот почему город делает все возможное для того, чтобы обещанное Байденом 4 июля, день рождения Америки отмечался со всей пышностью и не в виртуальном, а в реальном режиме. Получится это или нет, сказать трудно. Тут еще есть одна каждый год вновь и вновь возникающая проблема. Это проблема погоды. Да, погода в эти дни тоже совсем непредсказуема. Многие города в Америке с одной стороны уже охвачены сильной жарой, с другой стороны сильными дождями с наводнениями. Кстати говоря, вице-президент Камала Харрис сегодня должна была отправиться в Детройт и отменила свой полет как раз из-за того, что наводнение и из-за того, что погода не позволяет. Какой она будет, погода в празднике, когда не под кондиционером, а под открытым небом и днем и ночью происходит в Вашингтоне мероприятие. По этому поводу обещают, что пик жары завершится в ближайшую среду, в крайнем случае в четверг. Но каким будет этот праздничный уикенд? Если он будет просто прохладным, ура, да здравствуют синоптики. Но если он будет еще и с проливными дождами, что на моей памяти невероятно часто случается в Вашингтоне, то как быть с концертами и парадом? И каковы будут перспективы? Вот этот вопрос решают городские службы. Вот почему чуть-чуть отодвинута тема, что являлась главной темой прошлой недели. Да чего там прошлой недели? Можно сказать, уже многих и многих лет. 220 лет существует американская столица, и вновь и вновь поднимается вопрос ее статуса. И вот прошедшая неделя не увенчалась успехом. Скажу вам по секрету, что две дамы очень напоминают мне эту старую притчу, когда черепаха перевозит змею через реку, черепаха думает, если она меня укусит, я ее утоплю, а змея думает, если она меня утопит, я ее укушу. Такими две дамы являются мэр города Вашингтона, это Мирелл Баузер, и безголосая представительница американской столицы в Конгрессе, которая очень хочет в перспективе стать не только голосой, но и еще и может быть губернатором. И Мирелл Баузер хочет быть губернатором, поэтому они две закадычные подруги, но каждая хочет на всякий случай предусмотреть ситуацию, если Вашингтон будет отдельным штатом, или будет похожий статус, или не будет. Вот почему они каждый раз делают шаг вперед, два назад по ленинскому принципу, но сразу же говорю вам, что перспектива провозглашения Вашингтона отдельным штатом, пока еще существует понятие филибастер, «Похоже, столица не светит». А вот что светит тем, кто, оказывается, весь июнь праздновал свой месяц. Я имею в виду представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Действительно, более 50 лет тому назад в Нью-Йорке, в очень популярном уже в том 1969 году гей-баре состоялся большой слет с печальными последствиями для участников этого слета, после чего активизировалась борьба за права и свободы представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, поскольку то тогда происходило 28 июня, июнь уж точно вторая его половина, объявленный месяцем борьбы и гордости представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. И в Вашингтоне тоже это имело весь июнь свое отражение, включая гей-парада. Ну, а поскольку сегодня, как раз 28-го, а 28-го произошли события в этой самой Stonewell баре или гостинице в Нью-Йорке, то как раз сегодня, можно сказать, и апогей на эту тему. В разных районах Вашингтона обычно отмечают и этот месяц, и этот день. Но должна на удивление сказать, что существует очень милый район в Вашингтоне, где стоит легендарный памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. Это известнейший кобзарь, известнейший украинский поэт. За спиной у памятника Шевченко есть церковь, которая первая в Вашингтоне пристала признавать и даже принимать у себя для венчания людей на однополые браки. И вот обычно вокруг Шевченко у этой церкви на улице Пи собирается каждый раз именно в этот апогейный день очередная демонстрация. Обещают сегодня 100 градусов, как я уже сказала, вот потому будет или не будет сегодня массовый сбор, учитывая слишком жаркую погоду, уже будет понятно завтра по итогам сегодняшнего дня. То же касается обязательного внимания к расписанию и действиям президента. Прошедшие выходные президентская семья провела в Кемп-Дэвиде, это Милиленская президентская резиденция, но уже вчера вечером Джо Байден вернулся в Вашингтон, потому что сегодня ему предстоит встреча с президентом Израиля, уходящим президентом Израиля, Рубином Ривленом. Конечно, эта встреча очень симпатична Джо Байдену, потому что Ривлену 81 год, и он старше Байдена, а это все-таки вдохновляет. Если президентом Израиля, неважно, каковы полномочия и какова сила власти в этой должности в Израиле, сам факт, что есть еще государственные лидеры и государственные должности столь высокого ранга, где возраст превышает возраст самого Байдена, конечно же, нравится Байдену и действует на него вдохновляюще. Так что сегодня где-то в районе трех или четырех часов будет встреча. Я не думаю, что она будет судьбоносная, потому что все понимают, что Рубин Ривлен – это уходящая уже история, но все равно будет милый разговор, и в эту же неделю еще предстоит встреча с более влиятельным и важным зарубежным лидером – это с президентом Афганистана. Так что можно сказать, в преддверии Дня независимости Джо Байден будет заниматься очень внимательно внешней политикой, хотя все остальные дела тоже не отменяются. У нас же не отменяется сегодняшняя встреча, она состоится в 18.02 после полудня в нашей рубрике «God bless America». А еще я очень надеюсь, что состоятся все путешествия, уже перечисленные, подробно описанные в этом году на моем сайте «Анна Топоровский», одним словом, «Топоровский, SKY, на конце, .com, .com, так что загляните на мой сайт, почитайте описание маршрутов, тогда у нас будет возможность встретиться не только в эфире радио, но еще и в автобусе, путешествии и бесконечно говорить, обсуждая все прелести и все интересные страницы американской истории, этнографии и быта. Желаю вам хорошего начала недели, хорошего настроения и до встречи. С любовью к вам из Вашингтона ваш человек DC, Анна Топоровская. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!